На третьей погранзаставе Лоевской комендатуры Гомельской пограничной группы сегодня открыли бюст – помник Героя Советского Союза Миколая Сушанова. В этой заставе его имя было присвоено указ-тречнику минулого года указом президента Республики Беларусь. На урочистостях побывал Олег Сенцерову. Для пограничников Лоевской комендатуры это не только сопроводное свято, но и знаковая подея. Да, к стречнику минулого года, когда был подписан ответный указ президента, в Беларуси было 13 именных погранзастав. Лоевская стала 14-й. Прикладно месяц тому указ армии третьей погранзаставы установили ложек Миколая Сушанова, тот же портрет героя и фуражку пограничника до военных часов, оборонять межи Советского Союза, и он почав еще в 1940-м годе. Почас Великой Айчины лейтенант Сушанов вызначился с початку на Курской дюзе, где был узнагороджен орденом Ленина. Потом в 43-м в боях под Лоевым, где разом с бойцами своего подразделения захопил и трое суток утримливал плацдарм. В 44-м он стал героем Советского Союза за узорное выконание боевых заданий и проявленное при этом можность и героизм. Для нас и во времена Советского Союза и сейчас, в период истории Республики Беларусь, всегда именная пограничная застава – это значит отличная. Поэтому это им аванс для того, чтобы действительно они стремились к лучшему, показывали лучшие результаты в оперативно-служебной деятельности, в охране государственной границы и обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь. Есть граница, есть независимость, есть государство. Граница – это еще экономическая безопасность, которой нам сегодня приходится следить за теми моментами, которые определяют экономические постулаты. Это торговля между стран, это движение транзитного транспорта. Беларусь памятая, это вырос, можно применить и до открытия на третьей пограничной заставе бюста помника Героя Советского Союза Миколая Сушанова. В Лоевском районе у Вогли проводится великая работа по увековечиванию памяти у денег у Великой Ачины. Подчас сегодняшнего мероприемства презентуется проект, который в рамках акции «Беларусь памятая» реализует Лоевский музей битвы за Днепр. Каждое наведывание к установам можно на солдатском вести трех в угольнике написать слово «падяки ветеранам». На кшталт дякуем вам за подвиг и героизм. Вы зарабили немогчимые, передолившие сусветное зло фашизм. Обицаем вам заховывать мир и добробыт Краины. Письма «Треуголки» хранятся в музее. Их порядка ста, наверное, уже может даже больше. И мы планируем когда-нибудь сделать выставку этих благодарственных писем, которые были написаны в рамках нашей такой акции. Неогдедичная значность подеи. На открытии помника бюста Героя присутствуют не все военнослужащие третьей пограничной заставы. Ахова границы не споняется ни на хвилину, причем не только на суше, али и на раце. Справу, яку 1940-м, причинал пограничник Миколай Сушанов, протягует сучасная военнослужащая у зеленых фуражках. До речи, неогдедичи ни на что, подчас войны герой застався живы и помер в 1997-м годе. До опошнего дня самым головным святым для его был День Перамоги. Для нашей семьи это был самый главный праздник, то есть День Победы. Это была неотъемлемая часть. Мы постоянно были рядом с дедушкой, и данный праздник проходил очень печально, на эмоциях, воспоминаниях. И когда у дедушки спрашивали, какие самые страшные потери на войне, он всегда отвечал, это людские. Олег Ченчаров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомик», Злоева.